Друзья, всем доброго здоровья и мир вашему дому! Я хотел поделиться одним очень интересным изобретением, которое есть у меня в доме. Сделал он и я, сделал его один очень хороший человек, с правильными руками, в общем, мастер своего дела. Значит, мы находимся в уборной комнате, или как его называют, умывальник там. Есть у нас кран. Приезжают люди, особенно, знаете, когда бывает с города приезжают. Как-то в городе не принято особо экономить воду, включил, руки моет, там все это. Мы живем в деревне, у нас проточной воды нету. Есть колодезная вода, то есть колодца, набирается вода в бак, в емкость, которая наверху стоит, и оттуда самотеком расходится по дому. Поэтому, значит, определенная экономия нужна, то есть не просто там тратить как хочешь. Во-первых, колодезная вода, ее в принципе жалко тратить, полезная вода и все такое. И плюс еще, когда маленькие дети в доме. Ну, ребенок есть ребенок, бывает, открыл кран, тоже вода льется. И для этого, значит, у меня пришла мысль сделать что-то такое. Ну, конкретно, то есть есть уже примеры, сделать рукомойник. Чтобы обязательно был кран и был рукомойник. Вопрос, как его сделать, как его придумать, в общем, я не знал. Я только знал, что он мне нужен. Поэтому я обратился к одному, значит, моему знакомому, профессионалу в этом деле, но и не только в этом. Значит, и сейчас мы посмотрим, как это было. Я нашел архивный ролик, значит, архивное видео, в котором я просил его сделать. Но я не представлял, как сделает это он. Вот, давайте сейчас посмотрим, как я его просил, как размерчики показывал. И в итоге потом посмотрим, что из этого получилось. Андрюх, привет. Это, я хотел тебе досконально показать, как тут у меня еще. Вот смотри, вот такая раковина. Вот, значит, здесь с этого конца будет кран. Вот это вот, как будто бы, это вот трубка этого умывальника, которая горизонтально идет. Я думал, что ее крепить к стенке, а вот тут вот у меня есть брусок под этим. Так вот, я думал, что, может быть, знаешь, какими-то, как, может быть, ты там сразу сделаешь, как хомутиками. Вот так вот, отсюда вот там. Ну, такой бывает хомут, такой широкий, так раз на четыре самореза. И, получается, ты делаешь просто вот эту трубку, вот, и вот эту вот стоечку с самим соском. А я тут уже буду иметь возможность на месте, ну, как бы, вот его покрутить. Либо я его вот так прямо установлю, либо я его вот так вот установлю. Смысл такой, что вот от этой трубки до центра соска, короче, 25 сантиметров должно быть. Вот, ну, так мне вот так удобно, 25 сантиметров. Получается, подводка, ну, резьба для гибкой подводки вот здесь вот снизу должна быть. Вот, то есть вот так вот трубка раз, вот так я чик подкрутил, и все, и вот она здесь будет. Ну, я ее, может быть, там как-нибудь, там, пока так будет. Вот, то есть я думал, что я его вот так вот прикреплю. Вот 25 сантиметров, вот она у меня как раз на середине. И все, вот здесь вот, как говорится, умываешься здесь, там, раз взял эту воду, сам здесь вот умываешься на середине. Вот и все примерно. То есть получается 25 сантиметров у горизонтальной, как бы, трубки. Но получается не 25 сантиметров, а 25 сантиметров это уже центр соска. То есть, ну, вот там примерно рассчитываю, как она, сколько она должна быть. И вот здесь, я говорю, вот какой-то такой широкий хомут на 4 самореза, может быть, так прихватил, и все. И мне кажется, то есть она железная, она никуда, тут у меня брусок, вот он, под этим зеркало держит. Ну, мне вообще кажется, никуда. А хомут, допустим, он должен быть сантиметров, сантиметров 5, не больше. Сантиметров 5, не больше, да, этот хомут. Ну и все, вот так вот. Больше пока у меня никаких соображений. Давай пока. Итак, а теперь момент истины. Поднимаем занавес. Та-дам! Вот что получилось. Значит, это, получается, латунное изделие такое. Основная мысль, вот, которую я, значит, донес до мастера, мне нужно было, знаете, обычно бывает в деревнях, ну и вообще продаются рукомойники, то есть это небольшая емкость и сосочек делают, раз, вот так. И как-то так получилось, что вот у знакомых там, еще там у кого-то было, что, ну, эта емкость, ее очень намало хватает, и, в общем, как только не подхожу, мыть воды уже нету. Вот почему-то так. Поэтому я хотел, чтобы у моего рукомойника было питание четко от большого бака, то есть от большой емкости, которая питает весь дом. Вот, значит, вот что получилось. Вот такой рукомойник, который здесь очень интересно крепится, я ему объяснял, да, чтобы вот он крутился. Вот раковина, например, мне вот он мешает, нужно сюда пододвинуть или сюда. Вот, вот водичка. Вот раз, тынц, все, чик, подтянул, нормально. Очень хорошо, то есть вода очень экономна, это вот не как здесь, да, вот включил, все, вода льется, как бывает в городе, там, больше, меньше, не знаю. Вот, то есть такого уже нету, уже расход воды гораздо меньше. И очень удобно. Или бывает там, что-то, кто-то здесь что-то делает, а тут вот, например, раз мне нужно руки сполоснуть, я быстренько там сполоснул, что-то помыл. Вот. Вот шланг, который подключен, значит, еще раз говорю, большой емкости, кран, там раз, его перекрыл кранчик, если, ну, что-то тут нужно подремонтировать. В общем, латунь, она темнеет бывает, ее это подчистил, вот, с мастой Гои или еще как-то. Вот, в общем, хорошее такое изобретение, которым, ну, не то, чтобы я хвастаюсь, а показываю, показываю интересные изобретения людей, дела. Потому что, в общем и целом, рукомойник известная штука, но именно так, как я хотел, и он даже сделал еще лучше, потому что вот в такой конструкции я его даже не представлял. Поэтому мне нравится, и дай бог, чтобы в каждом доме было что-то интересное и полезное. Вот эта вещь, вот она очень полезная. Все, всем благополучия.